Здравствуй, Света! Это я тебе пишу из детства. Возможно, это и покажется тебе странным, но я действительно голос из прошлого, чтобы напомнить тебе о нас. Уже сейчас я понимаю, что детство у нас счастливое. Все удивляются, когда я говорю, что у меня самый добрый папа. Как? Ведь он военный, должен быть строгим, но он у нас с тобой совсем другой. Меня ни разу в жизни не наказали. Ни разу. Я не знаю, что это такое. По-моему, один раз нас с братом поставили в угол, ну, двоих, обоих. Одного в один, другой, но это было весело. Я закончила Герциновский университет. Я детский психолог, дошкольный психолог. Я знаю, что такое цифалоковый дальний закон относительно лакомоций. Я думаю, что 99% населения и тех, кто сейчас меня слушает, не знают, что это такое. Но я никогда не работала по специальности дня. Я абсолютно точно понимаю, что у меня вот все, что связано с телевидением, это исключительно везение, которым я воспользовалась. Потому что каждый раз, когда мне что-то предлагали, но предлагали мне не просто так, потому что, видимо, видели... Вот тут вот как раз тот момент безложной скромности, видимо, видели какую-то склонность хорошую, какой-то потенциал. У меня вот в смысле телевидения все всегда волей случая происходило. У меня же нет профессионального образования. У меня когда мудрый Юрий Юрьевич Зинчук брал на работу, он спросил, есть профессиональное образование? Я говорю, нет. Ну, говорю, я вот опыт есть, а образование, я психолог. Говорит, ну и хорошо, потому что если у тебя есть талант в журналистике, внимание к деталям и любовь к людям, то может быть даже и хорошо, что у тебя нет образования, нету штампов в голове. Я вышла замуж, и в тот момент до замужства начала работать в Москве в грандиозно популярной программе «Времечка». «Времечка» — это вот была смесь новостей, скетчей, вот это вот свободного общения, таких вот переброски фраз. И там просто звезды такие работали. Новоженов Ольга Грозная, там Ваеводин просто... Ух! «Всёры хорошо сработают, и шеф-редакторы, и визажисты. Если бы не телезрители не было, у нас хорошая программа». «Вон дядя Вова рядом сидит, маленький пырёк». «А это как? Это дядя Вова!» «Свет. Приехал Павел Веденяпин. Вот он меня увидел и говорит, «Ва Времечка, хотите работать?» «Я прямо была». «А, это просто, ну, сейчас вот мне предложили бы... Илон Маск мне бы сейчас позвонил и сказал, «Слушайте, у нас тут местечко есть, освободилось. Не хотите бы слетать в космос туда-обратно?» «Я приехала в Останкино, у меня познакомилась с творческой группой «Времечка». Почему меня так очень хорошо приняли, прям посвятили мне время, со всем познакомили, мне сделают предложение, приезжайте, будете работать». Но поскольку у меня же основная работа была в Новгороде, это была такая вахтовая. Два раза вместе я ездила, каждую учётную неделю. Я вышла замуж и пристала туда ездить. Потому что мне потом как-то, чуть позже даже там предложили, прям проект для меня. Но надо было ездить неделю через неделю работать на СПЕ, в Останкино, вот всегда под командой АТВшной. Но я отказалась, естественно, на тот момент я подумала, что очень я... Ну, и на этот момент, наверное, я подумала бы, попыталась бы найти компромисс, но, наверное, сделала бы всё-таки в пользу семьи, мне кажется. Если бы я пошла бы на пролом и осталась бы... Ну, приняла бы предложение московское, ну, я потеряла бы, наверное, семью, у меня не было бы сына, ну, там, ну, вот это вот всё, так что я всё сделала правильно. Я на самом деле сидела до 11-го месяца в кадре, ну, то есть шила себе эти новые жакетики, чтобы в живот унестися. И при том, что я так серьёзно поправилась, такая я была совершенно неожиданная. И зрителям наверняка это уже было любопытно, посмотреть и на такую. Вот, и я... Ребёнок появился в январе, а я до декабря сидела и работала. Я вот, если честно, нет-нет, да и задумаюсь, что бы было и как бы сложилось, если бы я вдруг всё-таки бы согласилась и там попыталась пободаться с супругом и убедить его, что... Вот я сижу, такая провинциальная девица, да, мне бах одно предложение, поезжай во времечко, бах другое, только приезжай раз в две недели, и у тебя будет проект в Москве, там, ну, с лучшей командой, тоже на тот момент, АТВ. Вот мне интересно, что бы было. Но, с другой стороны, я так довольна состоянием, образом жизни и внутренним настроем сейчас. В результате-то, несколько лет спустя, я всё равно оказалась на МТВ. И как ни крути, я всё равно тут. Человек, которому я сказочно благодарна, Андрей Радин, приехал со съёмочной группой в Новгород освещать визит Ельцина. Оператор, кстати, был Сергей Воробьёв, который сейчас здесь до сих пор работает. Так мы познакомились. С Андреем и Сергеем. И спустя, там, не знаю, там, пару лет им понадобилось сюда ведущие новостей. Видимо, в Петербурге никого не нашли, вспомнили обо мне. Отвечает Илья Телькин, говорит, «Здрасте, это НТВ, мы хотим вас пригласить к нам поработать». Я говорю, не знаю. Ну, как минимум, я приеду познакомиться. Я очень стабильная в этом смысле, потому что у меня в трудовой книжке две записи. Спасибо, коллеги. В ГТРК «Славия» и Телькомпания НТВ. Если сейчас ты хорошо катаешься на коньках, то знай, это всё папа. Он поставил нас на коньки в пять лет. Громадный каток с музыкой и освещением. Люди катаются по кругу. Я падаю, на меня летит человек. Я подумала, что он сейчас приземлится на меня, но парень чудом успел подпрыгнуть. Полозья пролетели над носом. Наш ангел-хранитель всегда рядом, и, похоже, это папа. А какая у нас чудесная мама. Она ночами шьёт наряды, чтобы ты была самой красивой. Один раз мама не успевала, видимо, что-то там случилось. То ли я быстро как-то выросла к Новому году, то ли что-то случилось. И мама не успела. И на скорую руку соорудила мне костюм конфетки. И я плакала. Я назову пять тем, которые циркулируют каждый день, из года в год, из месяца в месяц, в жизни у журналиста. Криминал, политика, дети-инвалиды, ну и всё, что связано там. Медицина, да, и градостроительство, искусство. Я с большим уважением отношусь к своей работе, с большой любовью, но я прекрасно понимаю, что это работа, которая делается для людей. Ну, то есть, если я буду это делать чуть менее искренне, качественно и хорошо, то я просто, моя работа не будет, не будет никому нужна. Мой лично конечный результат это обратная реакция зрителей, которые часто звонят после эфира, благодарят, либо спорят, либо вносят какие-то правки, либо это развивается в какой-то сюжет. Но вот когда есть обратная связь, вот это вот очень хороший результат. Жуткая жара у нас не выдержала системы, и несколько дней не работали кондиционеры. Наталья, наш гример, придумала, что можно намочить и охладить полотенца. Вот, и брать с собой холодное полотенце в студию, эфир, мы как всегда бежим, как всегда опаздываем, я беру в руки папку, листы, воду, в общем, полотенце. И поскольку все это надо быстро, я полотенце прижала к себе, значит, мы берем, чтобы это все не растерять, я сажусь в кадр, и до эфира оказывается там вот минутка, я опускаю папку, убираю полотенце, и выпускающий режиссер говорит, бог мой, Света, у меня вот тут такое вот громадное, мокрое пятно, темнющее, и понятно, его вообще никак не закрыли, и я не успеваю переодеться. Гениальная Юлия Горечевская, которая была на тот момент выпускающим режиссером, она сказала, Света, поднимай папку. Я подняла папку, и вот так вот, сидя за столом, я вот так вот старалась максимально элегантно ее держать, и как бы оправдывать ее присутствие у моего носа. Видео телекомпании НТВ продолжает программу сегодня в Санкт-Петербурге в студии Светланы Некрасова. Здравствуйте в этом выпуске. У меня никаких иллюзий по поводу вот моего имени. Я прекрасно понимаю, что как только я исчезну вот там с экранов, ну через год-два меня вообще перестанут спать. Я не Майя Плесецкая, ну то есть я не совершила никаких революций, не придумала нового жанра, там ничего. Я просто, возможно, возможно, ну с ваших слов, там, с слов, там, коллег и зрителей, возможно, ну как бы делаю неплохо свою работу. Это очень приятно, потому что она мне еще и нравится. Не знаю, что нас ждет дальше, немного боюсь, но верю, и с нетерпением представляю, какая ты станешь. Видишь, как все хорошо складывается у тебя с веточкой, ничего не бойся, не ссы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...